Мы знакомы с тех отдела системного комплекса и самочувствующего строительства системы. Тематика может быть немножко от предъявления о комбинации, потому что 300-й контроль выпускается, но нет специальных пока заявлений о том, что он будет сниматься с производства, что нет. Официально заявляют, что до 20-го года миллиметра он будет выпустаться, но все равно 1500 контрольных более перспективен, 1500-й контроллер более новый, более перспективный. В любом варианте, после того, как 300-й контроллер будет снят с производства, в строю останется 1500-й контроллер. Хочу обратить Ваше внимание на то, что в момент появления 1500-го контроллера было заявлено, что он станет вытеснять и 300-й контроллер, что он уже сейчас делает, и 400-й контроллер. Но по поводу 400-го контроллера, честно говоря, у меня есть определенные сомнения, что 1500-й станет его вытеснять просто по той причине, что с 1 октября прошлого года 400-й контроллер и система ПЦС-7 передано в распоряжение другого департамента, другого отдела, и как они будут развиваться дальше, мне пока сказать сложно. Сразу хочу сказать, что единой методы для миграции проектов 1500-го контроллера по миграции 300-го контроллера на сегодняшний день нет. Есть масса разрозненных документов, касающихся этой тематики, но единой методологии нет и, наверное, ее и не будет, потому что достаточно много сложностей в миграции. Понятно, что проекты 300-го контроллера однозначно можно миглировать на 1500-й, поскольку это является прямой заменой. Они могут миглировать на станции Сематики Т200СП со своими центральными процессорами. Это вот этот вариант. И они частично могут быть переведены на платформу 1200-го контроллера. Но 1200-й контроллер – это, по большей части, нижняя линейка центральных процессоров 300-го контроллера. В чем сложности миграции? Сложностей довольно много. Во-первых, 300-й контроллер и 1500-й контроллер имеют разную архитектуру. Краткая информация здесь представлена. Разные системные интерфейсы. Различные носители данных в качестве загрузочной памяти. И по организации памяти я бы сказал, что 1200-й контроллер к 300-му гораздо ближе. Потому что в 1500-м и ED200СП в центральных процессорах рабочая память физически разделена на память программы и на память данных. То есть так, как это было сделано раньше в 400-м контроллере. В 300-м, 1500-м и ED200СП нужна обязательно карта памяти, поскольку она выполняет роль загрузочной памяти. В 1200-м контроллере есть встроенная загрузочная память и карточка для него совсем необязательна. Она только расширяет то, что есть внутри. По программированию. Новый линейник контроллеров программируется только в степисе профессионал теопортальном. 300-й контроллер может программироваться и в традиционном степисе и в теопортальном. Наверное, остальные показатели здесь не так важны. С точки зрения аппаратуры тоже все достаточно сложно, потому что 300-й контроллер с этой точки зрения очень развит. У него огромное количество модулей различного назначения. Как видите, 22 типа ЦПУ только. Соответственно, далеко не всю аппаратуру, которая имеется в 300-м контроллере, мы можем перевести на платформу 1500-го контроллера ED200СП или S7200. Это тоже накладывает определенные сложности, когда мы начинаем выполнять миграцию проектов. Вообще, честно говоря, в готове эту презентацию у меня сложилось впечатление, что иногда просто легче переделать без всякой автоматизации проект заново. С точки зрения программных блоков, количество программных блоков вы видите. Сразу хочу отметить, что в 1500-м контроллере размеры программных блоков увеличены. ОБФ, БФЦ могут достигать размера 512 килобайт, но, правда, это ограничивается объемом рабочей памяти программ. Блоки данных в этих контроллерах могут достигать по размеру 16 мегабайт. И, опять же, ограничение накладывается объемом рабочей памяти программ. Как видите, очень много разгождений в этих контроллерах в 300-х и в новой линейке наших контроллеров. Отсюда и появляется достаточно много различных нюансов, связанных с миграцией. Я уже сказал, что единой методы по миграции с 300-го контроллера на более новой линейке на сегодняшний день не существует. Наиболее полная информация по этому поводу, на мой взгляд, представлена в системе помощи ТИА-портала. Самый полноценный вариант есть раздел «Mindation Projects and Programs». И там наиболее полно все собрано. И, что приятно, там очень много ссылок еще на интернет, где тоже можно посмотреть те иные моменты. Плюс есть публикация на сайте немецкой технической поддержки, вот этот ID, указан там ID со своим номером. Этот ID может быть использован просто для того, чтобы выйти на страничку немецкой технической поддержки, вбить вот эту буквально кодировку, и вы попадете на нужную страничку. Выглядит она вот так, как справа показано. Сапожник. Сапожник. Ну да. Ну, собственно-то документы вы сказали, «По поводу ссылок на документы я сказал». Теперь несколько слов о возможности миграции на 1200-й контроллер. Вот диаграммка ниже приводит объемы рабочей памяти центральных процессоров 1200-го контроллера и 300-го контроллера. И, глядя на эти объемы, можно, в общем-то, судить о том, что целый ряд проектов по объему отвечает памяти рабочей 1200-го контроллера. В чем сложность миграции на 1200-й? Собственно, наверное, говорить о миграции здесь вообще не приходится, потому что никакого инструментария по миграции проекта 300-го контроллера на 1200-й контроллер на сегодняшний день нет. То есть все, что нужно будет делать, это нужно будет делать вручную. Либо пользоваться обходным моментом. Теобортал поддерживает некоторые возможности миграции проекта 300-х контроллеров в 1500-й. То есть можно сначала попытаться миглировать проект на 1500-й контроллер, а потом либо копирование, либо создание библиотек, перенести эту программу на платформу 1200-го контроллера. Другого варианта здесь просто никакого нет. Плюс у вас будут ограничения, потому что 1200-й контроллер поддерживает не все языки программирования, и, соответственно, не все проходит из того, что сделано для 300-го контроллера. Ну и опять же возможности расширения и прочее. В основном миграция сводится к следующим шагам. Если проект сделан в традиционном степе 7, причем в более ранних версиях, то сначала проект можно преобразовать в степ 7, проект степ 7 версии 5.5 с сервис-бак 3, не ниже. В этом случае этот проект может быть теперь преобразован, мигрирован в проект теобортальный. Мигрирует практически программы на всех языках доступных, в том числе и если у вас использовался инструментарий создания систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, он тоже мигрирует. С точки зрения аппаратуры мигрирует аппаратура, которая поступила, скажем так, в продажу с 1.10.2007 года. Реально вообще я с этой фразой не очень согласен, потому что по ходу презентации вы увидите, что когда вы выполняете миграцию, миграция выполняется только для центрального процессора, а аппаратуру придется набивать все равно вручную. Ну и, соответственно, вот есть теперь полный набор требований к миграции, опять же ссылка на сайт техподдержки, с помощью которой вы можете посмотреть, что собственно должно, какие условия должны выполняться для того, чтобы выполнить миграцию. Сразу хочу сказать, что в принципе, теоретически, скажем так, существует инструментарий, который позволяет оценить возможность миграции проекта с платформы 300-го контроллера на платформу 1500-го. Есть специальная публикация по этому поводу, есть ссылка на скачивание этого инструментария, но, честно говоря, скачать мне его так и не удалось, поэтому я говорю, что это чисто теоретическая возможность. Эта ссылка отправляет тебя в никуда. Итак, если мы говорим теперь о миграции проектов Step 7, версии 5.5, CLS-PAP 3 и выше, что первое неудобство, которое вас ждет? На компьютере должен быть и стандартный Step 7, версии 5.5 и теоретический портал. В противном случае миграция невозможна. Это сложно, потому что иногда установить эти два пакета на один компьютер просто невозможно. Например, теоретический портал может устанавливаться на компьютер с Windows 8 Step 7, и традиционный этого делать не может. Поэтому в этом случае может быть сделано как, если у вас все-таки два пакета установлены, и, скажем, на компьютере с Windows 8 Step 8, вы сначала можете выполнить миграцию в более раннюю версию теоретического портала, а потом уже ее дотянуть до требуемой версии, текущей версии. Ну и вот заявлено, что миграция аппаратников в конфигурации поддерживается в теоретический портал версии 12, но в версии 13, когда я проделывал эти манипуляции, я не нашел, чтобы он мигрировал аппаратуру. То есть мигрировал только ЦКУ, еще раз говорю. Значит, требования к самому проекту. Я не знаю, на этих слайдах, наверное, очень плохо видно, но если надо будет, я передам эту презентацию в Симекс, чтобы ее потом можно было растиражировать, раздать. Просто вот эти вот окошечки, скриншоты, которые здесь показаны, они комментируют все вот эти положения, изложенные в тексте, и помогут вам разобраться, в общем-то, с теми шагами, которые нужно выполнить. Итак, значит, исходный проект должен быть полностью откомпирирован, и только в этом случае его можно будет запускать на миграцию. Как видите, есть ограничения по номерам сообщений, если вы это использовали, их тоже можно мигрировать, причем мигрировать вот обязательно с условием, что слово, то есть медленная миграция. Ну и если более ранние варианты присвоения номеров в пределах проекта присутствуют в проекте трехсотого контроллера, то такие проекты тоже не могут быть мигрированы. Прерывается миграция. Если вам удалось таки провести обновление проекта до теопортальной версии, пусть даже не самой последней, то и здесь есть консерментарий, который позволяет поднять, скажем, проект версии 11-12 теопортала до уровня последней версии. В обязательном порядке после такой миграции необходимо выполнить компиляцию опять каждого, ну то есть полного проекта по большому счету. Что мы наблюдаем в ходе миграции? Проектик я взял просто за основу готовый, который был в интернете. Это трехсотый контроллер с коммуникационным процессором ПТП для поддержки протокола МАК-20. Значит, первое, что мы можем сделать, это уже в проекте теопортала выделить щелчком правой мышки центральный процессор трехсотого контроллера и выбрать позицию мигрировать на 1500 контроллер. В результате у вас появляется вот такое окно, где предлагается сразу автоматически какой-то тип CPU 1500 контроллера. Если вы с этим не согласны, вы по большому счету можете поменять, потому что дерево у вас вот здесь присутствует, это все решается. И когда вы подтверждаете, что там будем мигрировать вот на этот проект, появляются еще сообщения о том, что опять же нужно все будет перекомпилировать раз, и второе сообщение специфичное для данного проекта, просто задается вопрос, какие функции управления обменными данными через МАК-Бас мы хотим использовать, либо старые трехсотого контроллера, либо новые функции 1500 контроллера. Вот еще раз подчеркиваю, что для миграции выполняется только для центрального процессора. Я говорю это так абсолютно точно, потому что вот все вот эти скриншоты, они взяты с моего компьютера, вот это я все проделал вживую. То есть нетрудно заметить, что вот исходный проект, где есть блок питания, центральный процессор, коммуникационный процессор, трехсотого контроллера. После миграции мы получаем с вами 1500 контроллер, но только с центральным процессором. Никаких других модулей в составе этого контроллера нет. Значит, ну, различные сообщения выдаются по ходу выполнения миграции, и по большому счету результаты миграции по большому счету результаты миграции фиксируются в специальном файле миграции. Вот он виден, его можно, когда миграция заканчивается, во-первых, выдается вот это сообщение, в котором присутствуют ошибки в миграции, и в Common Data можно тоже найти ссылку на этот файл, чтобы открыть его в нужный момент. Практически я думаю, что все, ну, 99,9% людей, которые станут мигрировать проект трехсотого контроллера на 1500 и столкнуться вот с этим сообщением и с грудой различных ошибок. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что программа как-то мигрировала, а в аппаратуре контроллера присутствует только ЦПУ нового контроллера. Отсутствуют различные сигнальные модули, коммуникационные модули и так далее, поэтому неизбежные ошибки. После того, как вы получите вот этот migration log, вы имеете возможность теперь, по большому счету, на этом автоматизация вся заканчивается, дальше начинается работа ручками над новым проектом. Вы можете просмотреть этот migration log и, соответственно, предпринять те или иные шаги для того, чтобы привести, наконец, проект в нормальное состояние для использования новой платформы. Рекомендации по миграции уже были озвучены, что сам 303 контроллер из станции ЕТ-200М обычно рекомендует мигрировать на 1500 и на ЕТ-200МВ станции. Дополнительно может быть мигрирован проект на 1000, на периферийный контроллер ЕТ-200СП, и станции ЕТ-200С тоже рекомендуют мигрировать на станции ЕТ-200СП. В журнале регистрационном ошибок вы можете встретить значки, которые показаны в верхней табличке. Галочка – это, в данном случае речь идет о классах аппаратуры, то есть администрация аппаратуры. Галочка – это модули, которые полностью идентичны, в 300-ке и в 400-ке. Восклицательный знак – это уникальные модули 300-го, которые можно заменить на несколько модулей 1500-го. Кружочек с рукой, с указательным пальцем, говорит о том, что нужно заменить на аппаратуру 1500-го, плюс какие-то дополнительные компоненты. И восклицательный знак и крест в кружочке красном – это то, что мигрировать не может никак. Соответственно, в журнале миграции мы видим такие обозначения. И для того, чтобы вообще понять, какую аппаратуру можно мигрировать, а какую нельзя, на новую аппаратную платформу, я бы рекомендовал пользоваться, наверное, уже многим вам известным инструментом, который называется Kia Selection Tool – Total Retreat Automation Selection Tool. Его можно скачать бесплатно, вот ссылочка есть из интернета. Инструмент очень мощный. И если кто-то с ним еще не работал, то он позволяет не только выбирать аппаратуру контроллеров и станции ETH, но и, допустим, панели операторов, блоки питания, приводы, программное обеспечение, ну, в общем, много всего. Соответственно, вот это все может быть использовано в Kia Selection Tool для того, чтобы оценить такие вещи. Причем в Kia Selection Tool проекты, существующие для 300-го контроллера, аппаратную конфигурацию можно загружать непосредственно из ТВ7. Такие позиции появляются в проекте Kia Selection Tool. И вот здесь, обратите внимание, что есть вот такой квадратик с буковкой M – Migration. То есть, если мы щелкнем по вот этой квадратику, то будет выполняться автоматическая иммиграция аппаратуры 300-го контроллера на аппаратуру 1500-го контроллера. Какие рекомендации по выбору центральных процессоров? Вот табличка для стандартных центральных процессоров, которую приводят немцы, говоря о миграции с 300-го на 400-й контроллер. Но, строго говоря, это не то. Почему? Потому что, если проанализировать, как рекомендуется выбирать центральный процессор, то основным, наверное, показателем является объем рабочей памяти программы. Ну, допустим, берем какую-нибудь среднюю часть, 384 килобайта рабочей памяти в 315-2B MTP. И предлагается выбирать 1500-й контроллер 1515-2B, у которого 500 килобайт. Но давайте не будем забывать о том, что вот эта рабочая память совмещенная, то есть в 300-м контроллере эта рабочая память используется и для выполнения программы, и для хранения данных. А в 1500-м контроллере эта память разделена, то есть отдельная память программы, отдельная память данных. Поэтому, если проанализировать, тот же самый вариант, 384 килобайта. Вот предшествующая модель 1500-го, у него рабочая память 300 килобайт. Я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы... Ну, с учетом того, что вот отсюда часть памяти используется для хранения данных, я думаю, что 300 килобайт рабочей памяти вполне будет достаточно и для реализации проекта на базе 315-2B MTP. То есть это надо каждый раз анализировать, смотреть и выбирать. Такая же миграция предлагается в ЦПУ 300-го контроллера. Принцип тот же самый, и замечания у меня тоже те же самые, что иногда можно уходить на более большие ЦПУ из рекомендуемых, просто в силу того, что их рабочей памяти будет достаточно. Аппаратура, которая мигрирует без проблем, ну, она всем понятна, что если есть 16-канальный модуль ввода дискретных сигналов в 300-м контроллере, то можно найти полный аналог и в 1500-м контроллере. Можно найти аналоги для некоторых коммуникационных модулей и так далее и так далее. То есть это мигрирует без проблем, мигрирует автоматически. Для того, чтобы такую миграцию выполнить, вот это TSELECTION TOOL, соответственно, у нас есть конфигурация 300-го контроллера, мы запускаем миграцию, появляется окошечко с предлагаемыми вариантами замены. Если в этом окошке теперь произвести, там по умолчанию, тут плохо, наверное, все читается, да, по умолчанию огня есть рекомендуемый тип ЦПУ, то есть то, что автоматически предлагает TSELECTION TOOL для замены. Но вы имеете возможность, щелкнув по комбо-боксику правее, получить доступ к справочной информации по другим типам ЦПУ и произвести выбор другого типа ЦПУ, если вы считаете, что это возможно. Если вы согласитесь, окончательно выбрали ЦПУ, сказали ОК, то у вас появляется новое окно, в котором теперь уже представлена аппаратура 1500-го контроллера. И эту аппаратуру вы можете принять для того, чтобы использовать в дальнейшем в проекте. Вот мы подтверждаем, что принять. И получаем второй проект в том же, его, кстати, можно сохранить как отдельный проект вообще, либо включить конфигурацию нового контроллера в рамках того же проекта, который используется. Вот мы получили полный переход. Но это идеальный вариант. Здесь аппаратура, которая присутствовала в 300-м контроллере, она имеет аналоги в 1500-м контроллере, поэтому вот без всяких изменений все хорошо проходит, красиво. Вот эти эпентичные модули. Это вариант просто показан еще для миграции станции ЕТ-200С, интеллектуальных слева, на станции ЕТ-200С, тоже интеллектуальные. Кстати, очень интересные станции. Те, кто доживет до конца сегодняшнего семинара, додержится, немножко я расскажу в новостях про эти варианты после обеда. То есть это варианты, которые мигрируют красиво, без всяких проблем. Встречаются варианты, которые мигрировать не могут. Вот слева показан опять проект 300-го контроллера, в котором есть 64-канальный модуль подвода вывода дискретных сигналов. Аналогов у этого модуля в 1500-м контроллере просто нет. Поэтому процедура перехода практически те же самые. Мы выбираем цепу, просматриваем сообщения. И в данном случае мы видим сообщение о том, что не может мигрировать, не в состоянии телопортал мигрировать вот этот модуль. Варианты какие? Варианты тут различные. Здесь можно просто-напросто вручную начать набивать новую конфигурацию. Вот как пример показана новая конфигурация для компактов 300-го контроллера. Напоминаю, что компакты это моноблоки, у которых есть центральный процессор и некоторое количество встроенных каналов ввода-вывода. В 1500-м контроллере компакты готовятся к выпуску. Вот они, фотографии. На данный момент их нет. Поэтому выход такой. Набираем центральный процессор, берем коммуникационник, берем либо технологические модули, либо сигнальные модули для того, чтобы получить необходимую конфигурацию. Но опять это делается все уже вручную. Если мы получаем информацию о том, что не могут быть какие-то модули еще мигрировать на новую аппаратуру, то опять же надо их анализировать и смотреть, что, по большому счету, можно предложить взамен. Наверное, самый такой яркий пример EX-модуль, который присутствует в 300-м контроллере, то есть модули, у которых есть искребезопасные барьеры внутри встроенные. Их можно заменить на стандартные модули, плюс внешние EX-барьеры. Либо подбирать какие-то модули, ну, близкие по своим показателям к исходным модулям, но тем не менее не ищут отличные параметры сигналов. Модули, которые не имеют аналогов в 300-м контроллере. Наиболее яркий пример – это функциональные модули. То есть в 300-м контроллере, если помните, существовало достаточно большое количество функциональных модулей, которые были заточены на решении задач автоматического регулирования, позиционирования, скоростного счета и так далее, и так далее, и так далее. Для 1500-го контроллера мы можем реализовать только функции скоростного счета на базе технологических модулей, которые в нем присутствуют. Но все остальные функциональные модули нагревать никак не могут. Нет аналогов у 1500-го. Здесь тоже просто различный подход к построению системы. Функциональные модули были хороши чем? Они имели свои встроенные процессоры, они были заточены под решение тех или иных задач, они сами конфигурировались. И, имея собственный микропроцессор, они выполняли эти задачи, практически не подгружая центральный процессор. Более того, для многих из них существовали настройки, которые позволяли этим модулям продолжать работу, даже в том случае, если центральный процессор останавливался. Вот такого варианта в 1500-м контроллере теперь не получится. Здесь совсем другой подход. В 1500-м контроллере все вот эти технологические функции зашиты в операционную систему центрального процессора. Поэтому выполняться они будут только в том случае, если центральный процессор жив и работает. В противном случае ни одна из этих функций жить не будет. Это первое замечание. И второе замечание связано с тем, что автоматическая миграция просто не поддерживается для этих модулей. Поэтому нужно брать просто руководство по технологическим модулям и по встроенным функциям центральных процессоров 1500-го контроллера и смотреть те рекомендации, которые приводятся по переходу с функциональных модулей 300-го контроллера на использование вот этих встроенных технологических функций. Другого варианта нет. Я понимаю, что у вас уныние возникает от того, что я рассказываю, что автоматически выполняется совсем немного операций. Но я надеюсь, что по мере приближения к завершению жизненного цикла 300-го контроллера эти механизмы все-таки будут, видимо, реализованы более четко. Это во-первых. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание, что на сайте опять же технической поддержки немецкой присутствует очень много готовых примеров программ для 1500-го контроллера, которые реализуют те или иные функции 300-го контроллера. Это все можно использовать. Модуль, не имеющий аналогов. Но здесь еще один пример – это интерфейсные модули. Напоминаю, что в 300-м контроллере предусматривалась возможность размещения всех модулей контроллеров в четырехрядные конфигурации. Для того, чтобы создавать эти многорядные конфигурации, там был вариант с двухрядной и четырехрядной конфигурацией, выпускались соответствующие интерфейсные модули. В 1500-м контроллере таких модулей нет, потому что все модули контроллера размещаются на одной профильной шине в ряд. Тем не менее, если мы будем мигрировать проект, то он пройдет. Вот реальный результат – исходная конфигурация и итоговая конфигурация. Он пройдет, но у вас появится замечание. Замечание какое? Что вот того блока питания, который появился в новой конфигурации и встроенного блока питания центрального процессора, не хватает на питание электроники всех этих модулей. Соответственно, здесь нужно будет дополнять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...